Киров был его лучший друг. Они в баню ходили вместе с Киром. Тут вот на ближней даче там баня построена, придачная баня. А рабочий Иван Дубинин думал, что никого нет, а там такой порядок, все мылись там, и Сталин там мылся. То Иван Дубинин залез туда на полок, понимаете, и давай мыться. Вот. Намылися, все это такое дело. Вдруг, значит, в дверь стук дернулся за крючок. Вот. Дубинин говорит, кто там? А они приехали оба с Кировом. А Сталин говорит, а-а-а, Дубинин, ну мойся, мойся, мы подождем. Киров смеется, стоит, потому что тут Кириллин стоял с ним, Николай. Смеется, стоит. Он говорит, помылись, говорит, Киров, так? Вот. Где, говорит, я уже? В мыли, говорит, весь. Отянул на себя рубашку, штаны, говорит, так? Вот. Выскочил, говорит, оттуда. Он спрашивает, ну как, товарищ, это самое, Дубинин? Помылись? Помылся, товарищ Сталин. Хорошо, спасибо. Ну, ты подожди, ты поддашь нам пару здесь, рабочих, так? Вот. Вот они забрались на потолок, на полок с этим самым, взяли по венику с Кировым, так? И кричат, хозяин, поддай пару, ну, Дубинин в ушат, воды туда на камках, даст, пару полно на этой самой, на полке. Где-нибудь обливует какую-нибудь высоту, ну, там, с лесом, там, недалеко от дачи. Ну, товарищи привезут туда буфет, раскинут столик на этом, и вот они с Кировым на эту заберутся, значит, горку. Там и сидят, значит, закусывают грузинское вино, выпивают, так-то. А наш брат, там, Лукьянов был, потом, значит, Кузнецов Борис умер уже, который политзанятия у нас вел, там, Кириллин Николай, вот. Ну, стоят они поддаст, а им поддаст, скажем, вот, Сталин подзывает, значит, и говорит, значит, это самое, Выпейте с нами за компанией, назливает стопку, так? Ну, говорим, что ли, говорят другие товарищи. Товарищ Сталин, мы на посту находимся, мы не можем. А Киров говорит, выпейте, я, говорит, не скажу ведь, власик, могила. Ну, Киров был оптимистический человек такой, с которым они в городки играли. Киров играл с власиками на пару, а Сталин играл с рабочим по кухне харьковским. Когда он поехал в Ленинград, 28 ноября 1934 года, мы, комиссар Любовицкий, Павел Смирнов, вначале провожали их на Ленинградский вокзал Кирова и Сталина. Сталин провожал Кирова там. Тепло с ним попрощался, обнял его, понимаете, так, и они попрощались, и Киров поехал в Ленинград. А через день или через полтора его утром. Ну, у него ноги болели. Я еще в 1933 году ездил с ним на Малую Мацесту, принимал он два ванны от Мацестинской. У него ноги болели, поэтому он старые обувь носил. Ему подставили, как однажды, ботинки новые. Он вызывает эту Бутусову и говорит, а где мои ботинки? Да, товарищ Сталин, те же все износились уже. Куда же, это странно, слушайте, генерализм исходит в этих потресках, чтобы ботинок. Не надо мне новые, я вот в этих бутинках. Так поставили в старые ботинки, так ходил и так умер в них. За два года до смерти только он приглашать стал парикмахера. Вот, а так безопасной бритвой сам брился и ножницами подстригал усы сам. А потом сталинские, лауреаты сталинской премии, которые, денежки-то Сталина, были. Денег, говорят у него, по сообщению полковника Института военной истории, Таратуты, осталось 4 рубля 40 копеек на сберкнижки. В Шишском шоссе шел дождик. Ехали мимо автобусной остановки. Народу много, стоит и мокнут там. Ну, кто с чемоданом, кто с мешком, кто с чем. Сталин и говорит ему, он называл хозяин его. Хозяин, мы едем по пути, пойди пригласи, мы сейчас усадим в две машины их и довезем до дома. Вот. Остановил машину. Я, говорит, пошел и говорю, товарищи, товарищ Сталин вас приглашает к себе в машину, поскольку мы едем по пути, мы вас довезем. Ну, те, конечно, посмотрели, говорит, на меня, как на чокнутого, так, и ни один не сдвинулся с места. Так. Как это Сталин приглашает, значит? Прихожу, говорю, товарищ Сталин, да они не идут, никто. Он говорит, не умеете приглашать народ, не умеете с народом разговаривать. Вылезает из машины, сам пошел к очереди. Смотрю, говорит, серую вереницу ведет этих людей, говорит, кто, говорит, с чемоданом, кто, говорит, с мешком, кто, говорит, с помолом, понимаете, и так далее. Всех усадил в машину. Так. И во вторую машину усадили. И вот, значит, первую партию отвезли, а там еще осталось, так, всех-то невозможно в нее машину захватить. Пока вернулись за второй-то партию. И он ехал-то за второй партию тоже. А там, понимаешь, тысяча людей, сотни людей собралось. Узнали, что Сталин, гость на машине. Ну, мы, говорит, что, говорим ему, товарищ Сталин, у нас бензин кончился. Так объяснить надо народу. Время с одной звездой ходили. Решили его наградить звездой Героя Советского Союза. Ворошилов там же издали указ. Это все заочно, не говоря ему ничего. Наградить товарища Сталина за организацию ИТ, и так далее, звездой Героя Советского Союза. Он узнал об этом. Вот, говорит, подлецы, подхалимы. Я, говорит, на фронте не был, в штыковые, говорит, в атаку не ходил. Какой я могу быть Герой Советского Союза? Я задавал Орлову вопрос такой. Такой рекомендант он был, вот, 37-го года со Сталиным работал. Слушай, говорят, что лучший друг был Берия у Сталина. Он мне отвечает, не знает. По-моему, говорит, Берия у Сталина не был ни правой, ни левой рукой. Молотов, я присутствовал в двери, далеко был в Георгиевском зале, но там был Петров, заместитель директора Большого театра СССР, Федор Вольф Старый, большевик. В 60-летие, что-либо у Сталина. Там, значит, был такой случай. Сидел Пирогов, народный отец СССР, Большого театра. И Молотов. Значит, выпили. Молотов так набрался. Не мама, не папа, не можете выговорить. Так? Говорит Пирогов. Спой что-нибудь, значит, Пирогов. Пирогов говорит, да, Вишлаг Михайлович, у вас, у самого, хороший голос, спойте вы. Значит, он, Молотов стукнул по столу. Подхалим. Пирогов. Словом, под ручки взяли Молотова и вывели из зала, еле стоявшего на ногах. После этого Сталин выступил с микрофона и говорит, нам, большевикам, не следует упиваться и напиваться. А вот еще я у меня свое мнение. Что он плут. Он так же причастен к репрессиям. Значит, Хрущев в Астангова приехал. Ну и показаться, значит, выйти. Значит, уложить. Правда, значит, ему аплодисменты. А Жуков на первом ряду сидел. Он не встал. Все встали, он не встал. Так. Потом, значит, он звонит. Ты что ж, неуважение ко мне. Весь народ аплодирует мне. А ты не встаешь. А Жуков ему отвечает. У меня эшиас. Он говорит, знаю, знаю, какой у тебя эшиас. Так что Сталин так не выпячивался. Приедет, сядет туда. В этот самый, в угол. И сидит так. Парад победы должен быть. Ему Хрулев, начальник тыла, приготовил три формы для его эшиаса. Шелковая подкладка, красная, накидка там шелковая. Ну, в общем, так, как Павлиев все равно. И Хрулев снарядил трех молодцов атлетического телосложения военных. И одел на них генерализмские формы, значит, со всеми аксервантами там и так далее. Вот. И привел их показать Сталину эти формы. Значит, приемные там в Кремле. Вот. Сталин вышел, значит, говорит, а это что такое? А Хрулев говорит, та, Сталин. Вот формы генерализмусов, которые на парад вам, так? Которые вам понравятся, ну, что ли, вы, пожалуйста, одевайте. Так. Он их всех шуганул. Вот. Хрулев скомандовал кругом. Эти все генерализмские кругом. И из приемной вышли. На этом смотр закончился. И он никогда не одевал этой формы. Жданов умер. У них поминки были. Здесь, на ближней даче. Жданов же плохо себя чувствовал. Он у него астма. Он за дерево бывало схватится, понимаете, еле отдышится. Старостин говорит, подбегу, товарищ Жданов, вам что-нибудь помочь. Он говорит, я сейчас отдышусь, ничего, мне не надо помогать. Ну, вот умер Жданов в 48-м году, по-моему, так? Вот. И поминки были. Значит, все были члены политбюро. Ну, набрались изрядно все, конечно. В том числе и Коба набрался. Но Коба, знаете, кто такой? Да. Коба, знаете, кто такой? Ставили в бурю к 60-летию постановку Хренникова в Станиславском театре. Сталин приехал на эту премьеру. Ну, и там, значит, крестьянка Наташа стреляет в кулака Сторожева по ходу действия. Сторожев упал, а выстрел не получилось. То есть там не хлопнули, значит, проморгали сзади, за кулисами. Вызывает Сталин Номировича Данченко. А он думал, что он вызывает его по выстрелу. Номирович говорит, товарищ Сталин, вот извините, что у нас режиссерская вот такая ошибка произошла. Выстрел-то не получилось, а Сторож упал. А Сталин говорит, ну и хорошо, что не получилось. Зачем людей пугать? Спасибо за сердце счастливое наше. Нет, в юности, в мире, 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 в мире. Мы вам обещаем отлично учиться. Забыть на разведе в лазе и дениться. Мы сегодня пионеры, завтра будем инженеры, трактористы и врачи, солевары и скачи, агрономы, педагоги. Нам открыты все дороги, все дороги, все пути. Только знай себе Россию! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА